Дорогие мои, вы наверное с детства помните интересный мультик Поели, можно и поспать Поспали, можно и поесть Посмотрите, покушали и как хорошо Балкончик открыт, ветерок дует, солнышко светит Шарфик на месте Хотя это у нас только сиеста Сиеста это дневной отдых у испанцев Который длится где-то с двух часов до пяти до шести Когда почти все прилягут поспать, отдохнуть, вздремнуть И дальше уже вести свой вечерний, ночной образ жизни Но это только вот одна сиеста Сейчас покажу вам другую Вот вам сиеста номер два Тут девчонки, вообще прелесть, да? Солнышко, это самое крутое место в доме За которое идет прямо борьба Я вам скажу борьба Здесь стоит и кормушечка Здесь остается немножко еды Здесь светит солнышко Можно открыть окно, дует ветерочек Море плещется Ну вот это точно сиеста сиестой Ну и третью сейчас покажу вам сиесточку Ну вот вам и третья сиеста Третья сиеста Это самое главное у нас в доме Это прям, ну, не принцесса Не принцесса, не принцесса Совсем не принцесса Это у нас королевна Королевна, самая старшая малышка Самая главная, как говорят здесь, Рейна де Касс Добрый день, дорогие мои вязалочки Добрый день, все позитивные зрители С вами снова я, Светлана У нас уже обед Вернее, дело уже и к вечеру У испанцев сиеста Вы ее видели Я сиесту не делаю У меня нет такой привычки Поэтому я села и думаю, повяжу немножко Пока кошачьи спят Ага, они тут-то было Только поставила камеру И актрисы сразу появились Вот, самая малая прискакала уже сюда И своей моськой мне в кадр Сегодня особо не буду разговаривать, девочки, о вязании Покажу только немножко продвижений моих И еще раз напомню одну важную информацию Но, давайте по порядку Начнем, наверное, с моих Вот этих многострадальных носочков Носочки вяжутся Носочки вяжутся Я вам показывала, что пяточку я уже прошла И вышла на стопу Это второй носочек мой А первый носочек уже почти-почти и связан Там буквально осталось 2 сантиметрика Но я решила, что я пока свяжу следующий носок И потом уже буду одновременно довязывать И, значит, закрывать Стараюсь, стараюсь Очень, девочки, стараюсь Ну, прям, чтобы уже эти квадратики Как-то, как-то совпадали Ну, вроде бы, знаете, мое страдание Что-то, что-то, что-то Значит, и получается Останется потом постирать Я думаю, постираю Все еще немножечко расправится Подсохнет хорошо И носочки таки будут интересно выглядеть Будут интересно выглядеть Хотя, я вам говорила, что о квадратиках никакой речи Тут не будет Никакой Но в общей массе Вот так издалека, да Смотрится вот такая интересная сеточка Такие соты С белыми вот такими капельками Это мои носочки Села, повяжу их немножко За вечер у меня их Как я показывала в прошлом вам видео, да У меня их связать не получилось И за два тоже Некоторые девочки пишут Да, я и не стараюсь за вечер Зачем такая гонка? Вязание должно быть для души Правильно? Вязание должно быть для души А если ты вяжешь уже как бы Потому что надо связать Потому что Я не знаю, как многие делают Потому что надо показать готовую работу Ну, я к такому как-то не стремлюсь Не стремлюсь Если я свяжу на 2-3 дня позже И покажу это не Допустим, не сегодня А покажу в субботу Или на следующей неделе Для меня это, конечно Особой погоды тоже не сделает Честно говоря Поэтому вяжу Вяжу Немножко страдаю Немножко наслаждаюсь Мимочка тут приходит иногда Мурлычет Так что мы с ней вдвоем трудимся Носочки Вот-вот-вот-вот Закончатся Дальше По нашему свитерочку Либо жилетику Кто хочет вязать Я уже сделала переднюю половиночку Заканчиваю описание передней половинки И будет на сайте Продолжайте И вяжите с удовольствием А я буду снимать дальше Буду уже замыкать все в круг Идти вниз Там уже особо не сложно Там вы по кругу Идете рисуночек И вот такие вставочки Резиночкой Со скрещенной лицевой петелькой И на любую длину Которая вам нравится Дальше делаете резиночку И ваш жилетик готов Кто хочет вязать свитерок со мной Значит будут еще и по рукавчикам Небольшие нюансы Я вам здесь вставлю Как уже выглядит Из вот этой такой сиреневой пряжи Красивой Этот жилетик Реально выглядит очень красиво Посмотрите сюда Доброе утро дорогие мои Сегодня я к вам с продолжением Как-то в комментарии Мне пришло такое сообщение От одной зрительницы Которая сказала Светлана, знаете Ну очень много мастер-классов На разных каналах Мне нравится Но я никогда не начинаю Вязать изделия Если не вышел Последний мастер-класс Как-то я так Извините ошиблась Начала вязать То ли шали То ли косынку какую-то И потом Блогер передумала И я осталась Как говорится У разбитого корыта Так вот Те кто сомневается Кто боится Что мастер-класс не выйдет Или что-то не получится На моем канале Такого не будет Девочки Значит я вам говорю конкретно Если я начинаю с вами Вязать какую-то вещь То естественно Все мастер-классы будут Ну и вот Мой будущий Жилетик Либо свитерочек Скорее всего Я свяжу с рукавами Пряжи у меня очень много Продвигается Я Сделала скосы плечей В этом свитере Я сделала скосы Немножко по-другому Больше сделала скос На горловину переда Чтобы Свитер не подскакивал Вот так Сюда прям не подскакивал То есть я уже примерила На мне он очень хорошо-хорошо Сидит Значит Этот будущий мой свитерочек Либо жилеточка Не знаю Спинка готова И передняя часть Движется Так что мы с вами будем Включаться Не переживайте Вторая часть Второй мастер-класс С описанием будет И затем я выставлю На сайте Бусти Полностью Описание И дам его Только По Значит По покупке Поста Пока я Делаю Значит Описание Для моих Подписчиков Так что Следите Вторая часть Обязательно Будет Так что Девочки Не переживайте Тот Кто Уже Вяжет По первому Мастер-классу Второй И третий Будет А затем Я возможно Уберу Эти три Мастер-класса И выставлю Одно Общее Для всех Описание Все Поговорили Об этом И поговорили О наших Носочках Дальше Мой Кардиган Девочки Я вам говорила Что многие Пишут Что у них Есть Махер Дома Но они Боятся Вязать Из махера И боятся Стирать Махер Что испортим Что не так Покажите Как вы это Делаете Делаю Элементарно Девочки Я уже Показывала У меня есть Вот такой Шампунь Называется Вернее Моющие средства Называется Перлан Ренуэва Он и для шерсти И для деликатных Для пушистых Изделий Просто Замачиваете Значит И он освежает Написано Реа вива Эль колор Он освежает И цвет И он очень нежный Мягкий Можно стирать Таким шампунем Но вот этот Мой кардиганчик Девчонки Уже я совсем Как бы сказать Сделала проще Чем У меня есть Вот такой шампунь Для волос Я всегда Мою волосы Вот таким шампунем От Шварцков Глис Называется И буквально Несколько капель Я в тазик Положила Этого шампуня Для волос Замочила Немножко Вспенила Полежал Мой вот этот Кардиганчик Я его постирала До Линии пройбы Чтобы посмотреть Отжала Хорошо Значит Прополоскала Хорошо Отжала В этом самом В полотенечко Разложила на полотенце И немножечко Просушила Так что Девочки Либо Кто живет в Испании Есть вот такой Интересный Значит Такое Интересное Средство Для стирки Перлан Называется Либо Элементарно Какой-то Такой Мягкий Шампунь Которым Вы можете Постирать Ваш Махерчик Затем Отжимаем Я разложила Все это Девочки На Большом Столе Значит В зале И затем Аккуратно Аккуратно С двух сторон Подсушила Феном И затем Отложила Еще раз На сухое Полотенце До Сохнуть Эффект Шикарный Покажу вам Сами Увидите Не бойтесь Стирайте Махер Ничего С ним Не будет По моему Кардигану Особых Продвижений Нет Я Чуть 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 Повязала Потому что Вязала Платье Платье Уже Я прошла Бедра И Иду Ниже И Наверное Такие девочки По всем Вашим Советам И пожеланиям Я Реально Не буду Делать На платье Никакие Вставки Сделаю Платье Внизу Однотонным Может Сделаю Какой-то Небольшой Узорчик Ну Опять же Может Быть А может И не Сделаю А по Значит По моему Кардигану По моему Кардигану Значит Я Уже Двигаюсь Дальше Я уже Двигаюсь Дальше И Почему Не вязала Девочки Я решила Постирать Постирать Одно дело Когда Ты стираешь Образец А другое Дело Когда ты Стираешь Все-таки Это в изделии Я решила Постирать Это в изделии И посмотреть Как Оно Будет Как Оно Будет Эти мои паеточки, будет их много или не очень. Ну, пока да, их реально много. Но, так многие мне сказали, довяжите, Светлана, а потом уже будете смотреть. Либо убирать лишние паеточки, вовнутрь я категорически заправлять их не буду, потому что паеточки, они немножко так, ну, все-таки колются. И не хочу, чтобы к телу, значит, паеточки вот здесь были по изнаночной стороне. И все равно их все выдвину на лицевую сторону. Хотя, это ж такое дело, они при носке могут опять на внутреннюю сторону тихонечко-тихонечко переползать. Значит, вот на такой стадии кардиганчик тоже его очень-очень уж мне прям хочется повязать. Но, опять же, я его пока постирала, пока его подсушила, подсушила немножечко феном, потом он лежал, сох уже, так сказать, сам по себе на сухом полотенце. И вот в такой, значит, стадии он у меня сейчас находится. Я еще, думаю, где-то прорежу сантиметров 15, сантиметров 15, и уже буду делать, значит, подрезы, вырез проймы небольшой. И, наверное, раньше 15 сантиметров я уже начну, значит, мои сокращения вот здесь, да, такой V-образный вырез. На V-образный вырез. Ну, и там уже останутся у меня рукавчики. Рукавчики, естественно, свяжу с небольшим окатом рукава, либо их свяжу отдельно, и затем пришлю, либо же сделаю прям уже от рукава, от рукава сделаю небольшой окатик и пойду вниз. Там уже я решу. Ну, включилась я, девочки, не для этого, а для того, чтобы еще раз напомнить. Мы голосуем по прошлому видео за будущую нашу совместную работу, за расширенный мастер-класс. Расширенный мастер-класс по двум, двум каким-то, значит, джемперам. Я смотрю в комментариях, многие пишут про, значит, про кардиган, про носочки, про то, про все, но не все голосуют на тему следующего мастер-класса. Возможно, многие не досматривают до этого места, так сказать, нет времени. Я не призываю всех смотреть все видео, но если вам интересно, если вы хотите, что именно ваша вот эта модель победила, и вы связали то, что вы хотите, пожалуйста, ваш голос очень-очень важный. Поэтому пересмотрите в прошлом видео, за что мы с вами голосуем. Пока приблизительно голосов одинаково, я не могу сказать, какую модель я выберу, хотя мне уже надо выбирать, и начинается готовить мой мастер-класс. Ну, вот и все вторник вроде бы, вторник, шторм у нас, девчонки, прошел. Значит, море уже такое голубое, волны плещутся, конечно, море голубое, ветер еще не стих. Я сижу у вас в такой домашней туничке, значит, из букле я вязала и показывала вам, наверное, пару лет назад. Пару лет назад у меня оставалось букле, разное-разное, и от Дропс оставалось, и еще я покупала, значит, в Барселоне на Глори сбуклированную пряжу. И вот так из остаточков, из остаточков регланчиком связала тебе такую красивую-красивую вещь. Очень-очень мягкая, очень теплая, в принципе, ничего там под ней и нет. У меня открыто окно на море, и балкон, естественно, хорошо продувает ветерок, и так дома немножко прохладно, потому что солнышко еще сюда не повернулось, не повернулось в эти окна. Ну, а когда повернется, естественно, можно снять и надеть какую-то, значит, домашнюю одежду полегче. Все, вот и все. Болтать больше не буду, не буду занимать ваше время. Единственное, что вас прошу, за модель, которую вы хотите связать, пожалуйста, голосуйте, пожалуйста, давайте ваши голоса, чтобы я уже потом в субботу, видимо, в субботу, чтобы я уже в субботу вышла и сказала, девочки, вот смотрите, столько проголосовала за такой джимпер, столько за такой, и, значит, на вашем голосовании мы приняли решение, что мы вяжем вот такую модель. И я уже буду подбирать, естественно, рисунки, начинать готовить мастер-класс, и мы с вами вместе будем вязать. У многих, я уже вижу, у многих и снег лежит дома, значит, и погода такая ветреная, снежная. Конечно, у нас этого нет здесь и не будет, но для вас эта теплая вещь очень-очень нужна. Так что, девчонки, не пропускайте, не пропускайте голосование, жду от вас комментариев, либо под этим видео, либо под прошлым видео, столько со своими словами, эта модель или эта. На этом всем вам хорошей недели, и, значит, увидимся с вами в субботу, в субботу. Я не надеюсь, я не думаю, я уверена, в субботу увидимся. И уже, может быть, что-то готовенькое будет. Либо многострадальные носочки, либо будет готов новый жилетик, и останутся только рукава. А, возможно, будет готов и кардиган. Не буду забегать вперед. Всем вам хорошего настроения, всем вам мира, добра, благополучия. И пусть все эти кошмары в нашем мире поскорее закончатся. Всем вам, девочки, пока-пока. Суббота. Суббота. Суббота.